привет мои дорогие я вчера утром вернулась из италии эти выходные прошлые да я провела в италии мы ездили по северным городам италии и это я могу сказать это были наверно самые лучшие мои выходные в моей жизни я провела попросту ну я не знаю что это было это был я я сказала если рай существует то вот он должен быть вот таким я думала вчера почему же так было хорошо а потому что одиночество знаете как говорит одиночество но не если вы поймете что вы счастливы в одиночестве что вы не зависите ни от кого если вы уйдете от всех своих родовых семейных и дружеских отношений вот только тогда вы сможете делать то что вы хотите реально я уже раньше ездила в такие поездки но я почему-то всегда там побаивалась потеряться думала ой надо там послушать что говорят этот раз мы поехали я даже не взяла наушники вот нам дают сюда такое такое приспособление чтобы ты слушал что говорит гид и там вас водят по всем церквям там по площадям и все рассказывает этот раз я сказала я не буду даже брать эту штуку и я где была возможность уходила просто из группы и гуляла одна я только записывала где находится мой автобус а в венеции мы сошлись с одной женщиной с которой мы сидели рядышком и венеция мы она тоже уже была на экскурсии в принципе все знали мы где и что и как и мы ушли от толпы и мы провели такой день мы ходили в кафе мы ходили в рестораны мы ходили по магазинам мы все посмотрели заходили в какие-то новые церкви церкви которые вообще не были в плане для показа и и вот я говорю когда вы не зависите ни от кого когда вы никому ничего не должны когда вы не держитесь толпы потому что я даже вспомнила ситуацию когда мы с моим сыном которому было лет и у меня муха в гостях а ему было лет 13 я его вывезла в прагу с собой и он мне на главной площади там при смене караула устроил какой-то там бойкот с психами что я его хотела прибить и он испортил мне весь день и даже вот самые близкие люди могут портить вам отпуск потому что они хотят идти в другое место им не нравится то что делаете вы когда вы хотите идти они хотят сидеть когда вы хотите молчать они хотят разговаривать и все иначе происходит но когда вы один вы можете делать то что вы хотите но главное нужно слушать себя и понимать что вы реально хотите все убеждения там что семья это главное не главное главное вы у вас была какая-то цель когда вы пришли в этот мир тоже пару дней назад разговаривала с мужчиной у которой какой большой большой красивый живот и он любит поесть я ему говорю я еду в италию а он говорит а я люблю поесть я говорю ну вот ты наслаждаешь свои вкусовые рецепторы а я свои зрительные я поеду я буду смотреть на безумную красоту и я хочу сказать вам жара была ужасная мы все на купим она покупали веера кто платок по дороге кто шляпу чтобы не напекло в голову пили литрами и потели литрами но было так классно и неправда не воняет венеция я была прошлый раз на первомайске было холодно и объяснили тем что не воняет потому что еще холодно а этот раз была гремучая жара и не не воняло ничего да и мы еще были на озере на га-гарда га-гадра хочу такое на озере красивое озеро я тоже не пошла с группой я купила себе пиво села на берегу озера смотрела на озеро пила пиво и вопрос это был кайф это было нереально советую прислушайте прислушайтесь к своему одиночеству чего она хочет пока а